Так слышно? Приветствую, дорогая церковь. Меня зовут Александр Жданович, и сегодня буду говорить для вас слово. Я верю в то, что Божье Слово, оно создано не для того, чтобы навешать на нас якорей, и не для того, чтобы еще больше потопить, а для того, чтобы найти те места, которые действительно нас тянут вниз, убрать их и приблизить ближе ко Христу. Не зря была сегодня такая песня, и пусть буду я уверен и непоколебим. Мои корни глубоко, уверен и непоколебим в себе. Уверен, и пусть эти корни будут не те, которые идут из прошлого. Наш старый опыт, какие-то принципы, стереотипы, а пусть это будут Божьи корни, новые корни, которые действительно помогут нам устоять в любую, так сказать, бурю. И поэтому у меня сразу такой один из вопросов. Что делает Иисус, когда мы к Нему приходим? Кто-нибудь может сказать? Да, жена пастора сразу знает. То есть первым делом Иисус прощает. Поэтому сегодняшнее название моего слова это «Забываю прошлое, продвигаюсь вперед вслед за Иисусом» или «Сила прощения». Насколько вы помните, это слово из филиппийцев третьей главы это «Забывая заднее, простираясь вперед». 12, 13, 14 стих. Это Павел писал в филиппийской церкви, и он говорит. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и пристираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Этими словами, как мы понимаем, Павел говорил, что он еще не достиг той святости, как сам Иисус Христос. Хотя он, как мы знаем, был знатный человек, он был довольно хорошо наставлен, он имел большую мудрость, он наставлял церкви, и все равно он ставил себя на позицию ученика. Он всегда учился, он двигался все ближе и ближе ко Христу. Когда мы разбирали это слово, то мы понимаем, что Павел действительно хотел познать Божью силу, он хотел познать, как это Бог делал и исцелял, как он действительно творил чудеса, и он это востребил, он хотел это просто, жаждал. Поэтому для того, чтобы действительно прийти, следовать дальше за Христом, нам нужно что делать, чтобы быть ближе? Нам нужно духовно расти и следовать шаг за шагом, то есть исследовать слово, получать откровения и проходить свои препятствия на пути. И это не обязательно, как мы думаем в обычных делах, физические препятствия, да, какие-то сложности. Зачастую тело, конечно, тоже нужно закалять, надо проходить свои сложности, да, силу духа повышать, но зачастую и в первую очередь я говорю о духовных препятствиях. А какие духовные препятствия в первую очередь у нас могут быть, когда мы приходим ко Христу? То есть духовные препятствия – это внутренние убеждения, старые привычки, обиды, непрощения. Это те оковы, которые не получается сразу скинуть, когда мы приходим ко Христу. То есть когда Иисус нам говорит, я прощаю все вам грехи, идите, вставайте и дальше не грешите, мы понимаем человеческими мозгами, что Иисус прощает, но мы не до конца это принимаем сразу. Не зря ведь говорит Иисус, что будьте как дети. То есть нам нужно принимать действительно слово, которое написано в Библии, и то, что нам говорит Иисус, принимать это как дети. Если ты говоришь ребенку хорошее слово, то он так и принимает хорошее слово к себе. Посмотрите на детей, которые там 3-5 лет, пока они не начали вот уровень взросления, так сказать дальше, они во все верят. И я верю, что если Бог забрал ермо, то все нужно забыть прошлое и продвигаться вперед. Потому что наша жизнь после прихода ко Христу, она как новый лист. И хочу рассказать такую историю. Многие знают, что я, мое мышление, оно больше как техническое такое. Люблю разбираться в некоторых новинках. И тут пришло время как-то поменять фильтры водопроводной воды, фильтрованная вода. И так сказать, что старые фильтры я не мог найти, потому что их с продажи сняли. Мне пришлось новый блок заказывать. Ну и значит Оля такая говорит вечером. Говорит, ты что, ты вечером будешь ставить? Я говорю, ну да, в принципе, старый ставил, тут один час поставит, да и все, уже будет работать. Ну я подключил. Уже 12 ночи, час закончился. Только включать. Колбы прикручиваю, а вода прет. Я уже сильнее закручиваю, она все равно. Но я уже со старого фильтра уплотнители достал. Думаю, ну один есть, будет два, будет лучше. Я же знаю, что такое обжимать. Дожал уже так, что ну все, дальше уже только сломать можно. И раскручиваю дальше, обратно раскручиваю. Раза три уже делал раскрутку этих фильтров. Уже руки болят от этого ключа, там такой специфический ключ. Сижу и думаю. Ну вот тот, кто производил, я думаю, навряд ли же он ошибался, когда это придумывал. Почему у меня не получается? То же самое со Христом. Когда мы приходим к Богу, ну слово же, оно придумано для нас не для того, чтобы указать что-то, ну где мы соприкоснемся и отойти дальше, а для того, чтобы решить нашу проблему и двигаться дальше. Так вот, оказывается, причина моей неудачи была в том, что у меня был старый опыт. Опыт, что вкладыши должны стоять вверху, они оказались на два сантиметра ниже должны быть. И все, поменял и без проблем работает. Поэтому, забывая ко Христу, ой, приходя ко Христу, забываем прошлые свои опыты. Не зря говорят, что когда создается новая семья, и я помню, нам это говорили, когда мы венчались, и сколько семинаров семейных мы проходили, что не акцентрируйтесь на тот опыт, который был у вас в семье, где вы росли. Не всегда это бывает тот опыт, который действительно Божий опыт. Потому что многие мы вышли из семей неверующих, и они, конечно, старались сделать самое лучшее. Но не всегда это было так, как должно действительно быть от Бога. И поэтому новая семья, она должна быть новая семья. Это должен быть свой новый устав, и слава Богу, когда этот устав узаконен Богом. И далее перейдем к слову от Луки, 7 глава, 36, 50 стих. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади, у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к небу, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника, один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который из них более возлюбил его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, который более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги, и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи», и возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это? Что и грехи прощает? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Я не буду полностью укореняться в это слово, но меня интересует один персонаж. В первую очередь, это женщина, которая... Ну, фарисеи ее презирали. Как вы знаете, она была... Прошлое ее было очень плохое, но она получила спасение, тем не менее. И почему она получила спасение? Я думаю, потому что внутри у нее была большая вера. Она хотела искупить свои грехи, отдав самое дорогое, что она имела. Это было масло. Она решила послужить. Она имела любовь в сердце, и она решила послужить Иисусу Христу. Она думала, что хотя бы через это она может... Через эти действия Иисус заметит ее, и ее сердце заметит, и действительно сделает что-то. Так и получилось. Благодаря ее действиям в конце Иисус сказал, «Вера твоя спасла». И она не начала копаться, как мы взрослые иногда. Она как ребенок приняла это и пошла. Она просто по вере приняла это. И очень часто... Очень часто Иисус обращается к нам в разных ситуациях, будь то это проблемы, будь то какие-то это сложности. Просто мы, наверное, тогда больше всего его замечаем, когда у нас что-то плохо. И он часто нам говорит, что наше счастье не зависит от наших проблем. То есть есть у нас проблемы, нет у нас проблем. Это не зависит. Наше счастье зависит только от одного фактора, и зачастую это прощены ли нам грехи. Потому что те, кто обращаются к Богу, они... Бывают такие вопросы, если стопроцентная вера не пришла, и они задаются вопросом, опрощены ли мне грехи? Опрощено ли мне прошлое? Хочу один такой пример привести. Вот, например, ситуация, когда нас обижают, мы не будем чувствовать себя несчастными до тех... до того момента, пока мы не обидимся. То есть пока в сердце не будет греховной реакции на эту ситуацию, все будет хорошо. То есть мы не принимаем, нам что-то там говорят, кто-то обижает, мы не принимаем это. Наше сердце число, у нас все хорошо. Но когда мы принимаем эту обиду, то есть обида это грех, все согласны, то тогда за этой обидой приходит несчастье. Наше сердце, оно становится несчастным, и мы становимся несчастным человеком. То есть у нас падает дух, у нас, нам ничего не хочется, мы только копаемся в обиде, приходят какие-то накручивания мыслей, я думаю, все это проходили, и иногда сталкиваемся. Или пример такой, что когда вот мы чувствуем первые признаки болезни, я по себе замечаю, что когда вот что-то насморк такое, но я в хорошем состоянии, я могу пойти сделать тренировку, у меня этой болезни нет. Но как только ты принимаешь первые симптомы, все, ты уже готов так температуру померить, ты готов на подушку лечь, ты готов, в общем, ищешь все, что тебя тянет вниз. Поэтому иногда мы в таких ситуациях, в этих проблемах начинаем жаловаться, а нам нужно уповать на Бога. То есть если у нас есть трудности, мы упываем на Бога, мы проходим, и никакие обиды, никакие якори, ну так сказать, ермо новое не появляется. Поэтому все эти трудные ситуации, которые касающиеся обид, они заключаются не в обстоятельствах, как нас обидели, а последствий того, как мы принимаем. То есть одним словом я скажу, это зависит от того, как мы реагируем на эту ситуацию. То есть мы можем пропустить, а можем акцентрировать внимание и погрязнуть. Вот почему Иисус, когда мы в первую очередь приходим к Нему, Он что делает? Он вытаскивает самую страшную болезнь из нашего сердца, то есть Он вытаскивает грех. Поэтому, когда мы действительно идем с Богом, то несмотря на трудности, мы смотрим позитивно и мы проходим хорошо эти ситуации. И давайте подумаем, что нам дает прощение грехов. То есть акцентрируем несколько пунктов, почему это так важно. Во-первых, прощение грехов нам дает покой. Согласны? Мы получаем спокойствие, потому что мы понимаем, что Бог, Он нам не враг. Что с нами, как я читал, с нами самая мощная держава мира. Потому что Божье Царство, оно действительно самая мощная держава этого мира. И не только этого. И мы также понимаем, что у Бога есть гнев, есть гнев. Мы Библию читали, Старый Завет читали, там о Божьем гневе много сказано. Но когда нам прощены грехи, то Божий гнев для нас, он не страшен. И мы получаем твердую уверенность, что придя ко Христу, мы примирились с Богом. В послании к римлянам в пятой главе с восьмого по девятого стиха стиха говорится так. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. От гнева я понимаю, от Божьего. Согласны? И самое интересное, Бог возлюбил нас, когда мы были грешниками, а полюбив, Он все простил и оправдал. И в этом заключается блаженство, что Иисус спасает нас от гнева, от Божьего гнева. Ибо если бы мы были, будучи врагами, и мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись и спасемся жизнью Его. Иисус воскрес, и тем самым Он победил власть этого мира, но тем самым Он и заплатил за нас, и благодаря Его распятию и воскресению мы идем вместе с Ним для тех, кто принимает Его действия Иисуса. Второй пункт. Что нам еще дает прощение? Прощение греков – это не только защита от Божьего гнева, но это избавление от вины. В чем разница? Гнев и вина. Когда мы принимаем Иисуса хозяином своей жизни, то мы можем не опасаться вины. Но есть и такое, что в таком состоянии, когда мы приходим к Богу, это я говорю про общее число христиан, тех, кто приходит к Богу, что человек согрешает. Мы не идеальны. Любой человек, он согрешает. Но опять же, здесь важно, что мы делаем дальше. Если человек настоящий христианин, и он согрешил, то что будет внутри нашего сердца? Когда мы делаем что-то неправильно, приходит вина. Вина греха, то есть последствия. И здесь я скажу такую важную фразу, что если, когда мы делаем что-то не так, и мы не чувствуем вины, то есть если христианин сделал что-то плохое, и он не чувствует вины, то он религиозный. Если же человек сделал что-то не так, и он чувствует чувство вины, то он живой христианин, потому что совесть, она ему говорит, она его обличает. Согласны? То есть простым языком. Если мы, кто-то из нас согрешил, приходит вина. Если нет, то значит в теле религиозность, а не Дух Святой живет. Ведь не зря говорится, что там, где Дух Святой, там свобода. Поэтому также прощение грехов очень важно для того, чтобы убрать это чувство вины. Приведу такой пример. Иногда смотришь на американцев, и у них законодательная страна, и некоторые ситуации нас удивляют в нашем мире. Расскажу со стороны водителя, к примеру. Вот ваша ситуация. Вы едете ночью на машине, вы водитель. Перед вами работающий перекресток, но ни налево, ни направо, никого нет. И у вас красный свет. Можно что сделать? Можно проехать на красный свет, в принципе, аварии не будет. Можно постоять, зеленый подождать и поехать по правилам. Как бы и так, и так. У нас аварии нету, но проехав на красный, у нас чувство вины. То есть рано или поздно мы будем думать, а вот нам штраф придет, а может кто-то видел. Ну вот это вот накручивание. И как-то читаю заметку, что один полицейский, американец, оштрафовал себя, потому что нарушил правила дорожного движения. Но в принципе это логически. Нарушил, чувство вины есть, пошел, заплатил штраф, свободен. Так вот, первое послание Иоанна, с 7 по 9 стиха. Почему нам важно ходить без вины и ходить во свете? Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. В принципе, та история о полицейском, то есть я говорил, что любой человек, любой христианин, он подвержен греху этого мира. Потому что дьявол, он ежеминутно, ежесекунда клевещет, он навязывает свое. И его позиция, я смотрел небольшое такое видео, постановку, интервью, типа общение с дьяволом. И христианин, типа как журналист, он задает ему такой вопрос. Говорит, а чего вы боитесь больше всего? Тот молчит и в конце говорит, больше всего я боюсь будущего, потому что я знаю, что там будет. Поэтому моя задача, большее количество людей потянуть с собой. Поэтому, если мы скажем, что мы самоправедный и грех к нам не прикасается, это будет обман. В Библии этом написано. Но если мы его исповедуем Иисусу Христу, то мы становимся чисты и к нам никаких вопросов. То есть Бог дает не только, когда прощает нам грехи, он не только дает нам защиту от гнева Божьего, но также дает инструмент, чтобы защитить нас от вины. Ведь много раз, ну периодически бывают, даже у меня бывает, у кого не бывает, мы что-то сделаем плохое и мы ходим в депрессии, под давлением, беспокойством, накручиванием. И вот это вот, действительно в этот момент тогда такое чувство, что стоишь на обрыве какой-то пропасти и не знаешь, что делать. А в сердце оно не в радости и свете, а оно в каком-то вот как камень. И ошибка в том, ну почему вот приходит депрессия? Потому что мы неправильно реагируем на данную ситуацию. Вместо того, чтобы мы же знаем, как нам стать радостнее, счастливее, нам нужно прийти ко Христу, покаяться и пойти. Вместо этого мы начинаем говорить, ну я сам разберусь, типа, что у меня тут. Бывает же такое? Бывает. Поэтому важно в любой ситуации, которая гложет нас, прийти покаяться к Богу, и чтобы Бог снял это бремя, этот груз, и мы с легкостью пошли дальше. Приведу из, так сказать, Давида все знают, но не только нашего, шлопака Давида. Я говорю о Давида в Старом Завете, в 31-м псалме Давид пишет, он пишет о себе такое слово. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. О ком это говорится? В принципе, мы знаем, что Давид был согрешил. И то, что с ним происходило, он описал, да, то есть исчезла свежесть, как в летнюю засуху. И Божья рука, ну, я думаю, к нему приходило какое-то чувство вины, но вот он не решался это, как сказать, ну, отдать свою вину Богу, одним словом скажу. И в принципе, это касается и сегодняшних христиан. Те, кто, ну, вот, если мы что-то сделали плохое и не идем к Богу, то судьба верующих будет такая, что, ну, они засохнут. Они засохнут одним словом. То есть тот, кто не кается, он засохнет в своих проблемах. Это как терновый куст, который среди хорошей пшеницы, вот он растет всякая, это плющ такой, да, и он затмевает, затмевает, и все, и хорошего плода нету. И семя хорошее, оно гибнет, к сожалению. И далее, что пишет Давид? Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. То есть прощение грехов освобождает от вины. А вину нам вешает кто? Если мы делаем неправильно, вина приходит от Духа Святого, то есть обличение, либо есть вина от дьявола, тут тоже надо рассуждать. Но в любом случае мы приходим к Богу, Бог ставит все на свои места. Третье. Что нам дает прощение грехов? Я думаю, все это прочувствовали в своем росте. Это дает доступ к общению с Богом. То есть, когда нам прощены грехи, мы можем общаться с Богом с хорошим сердцем. То есть, человек, который находится в состоянии греха, ему очень трудно общаться с Богом. Потому что написано, что гордым Бог что делает? Противится. Когда мы приходим к Богу и мы не можем сказать свой грех выложить, то есть, но мы знаем, что Бог и так все знает. Но сам факт, то есть за обидой, за непрощением каким-то стоит гордость. Ну, а что там опять, да, вот Богу? Ну, Он знает, я как бы это пройдет решиться. На самом деле нам важно открыть свои проблемы перед Богом. Иначе это получается, что когда мы находимся в своей проблеме, мы в бунте перед Богом. А как вы знаете, бунтарю перед Богом стоять очень сложно и еще ни один бунтарь не выстоял перед Богом. Одного мы знаем и он находится в аду. Он тоже не выстоял. И поэтому грех, вот почему важно прощение, потому что нам нужно, всем нам нужно общаться с Богом, всем нам нужно иметь общение, да, это важно иметь общение с Богом, возрастать. И поэтому это происходит после того, как мы получили прощение грехов. В 50-м псалме Давид говорит, «Отврати лице Твое от грехов моих и излать все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне. Божий Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого. Не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Очень глубокий стих. То есть Давид просил, чтобы ему дали сердце чистое, чтобы радость пришла Божия к нему обратно. Поэтому нам важно прощение. И зачитаю такое, что мы приходим в церковь, приносим очень часто свой багаж нужд. Да? Бывает такое, что кто-то не отдал долг, к примеру, и мы помним, да? Опять же, или там у нас насущные проблемы, машина с ним сломалась, или не удалось что-то сделать. Но самое важное, придя в церковь, это не решить свою какую-то физическую потребность, а получить прощение грехов от Христа. То есть принести все свои нужды к Богу, открыть и пойти. То есть это самая серьезная проблема, которая у нас есть. Остальные проблемы, это мелочи. Их можно решить чуть позже, потом и так далее. И Давид очень отцентрировал внимание, возвратим мне радость спасения. Существует радость спасения, она есть. Ведь не зря каждый из нас, он, когда мы проходили покаяние, мы часто замечаем, что человек, придя к Богу, покаявшись, его лицо наполняется улыбкой, радостью, он светится. Вот она, радость спасения. И все мы переживали. Когда переживаешь этот момент, твое сердце, такое чувство, оно не то, чтобы взорвется, но увеличивается в несколько раз, оно наполняется любовью. И я скажу, что радость спасения это такое состояние в мире с Богом, которое позволяет нам жить везде, даже там, где нас обманывают и не обманывают, там, где, ну, как говорят, в мире удача и неудача есть. Если у нас есть радость спасения, то у нас все хорошо. Неважно, конечно, мы хотим жить как люди в самых лучших местах, в самых лучших домах, но я скажу так, что в какую страну, вот многие борются, когда переезжают в другую страну с коррупцией, к примеру, она и есть на самом деле, я скажу, везде, кроме Божьего Царства. Там ее нету, а здесь в мире она везде есть. Но когда мы акцентрируем внимание на Господа и имеем эту радость, то нам все равно, где жить, в принципе. потому что все, что нас волнует, мы доверяем Господу. И далее Давид, после того, как он попросил радость спасения, он продолжает, и духом владычественным утверди меня. то есть радость спасения и духом владычественным Господь нас что делает? Он утверждает. Он утверждает, что он с нами. Потому что, ну опять, это, наверное, одно из моих любимых слов сегодня, что там, где дух Господень, там свобода, да? Когда мы с Богом, мы идем в радости и в свободе. Когда мы с Богом, мы действительно владычествуем. Мы, не зря он сказал, что мы не рабы, мы друзья его и мы сотворцы. А разве мы можем в грехе и в каком-то непрощении творить с Богом? Ну, у меня еще такого не получалось. Поэтому наша задача, когда мы приходим в церковь, это получить прощение грехов и идти, как говорится, легкой походкой с Богом творить дальше его дела. Ведь не зря мы читаем молитву Отче наш. Все знают ее. Я даже скажу, что неверующие в мире, они ее тоже знают. Это одна из первых молитв, которые знают. И когда мы были в феврале на родине и с сестрой по духовным вопросам говорили, она говорит, а я вот Отче наш читаю. И когда ты ее задаешь вопрос, а хочешь мы за тебя будем молиться? Она говорит, да, конечно. Хотя она неверующая. То есть Отче наш мы знаем, да? И что там написано? Потому что нам важно не зазубрить, не заучить эту молитву. Иисус так говорил, да, учитесь по-простому. А там говорится, что прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть эта история, это говорится о том, что мы приходим к Богу, Он нас прощает. Но мы также должны простить того, кто нас обидел, того, кто нам очень долгое время должен, к примеру, да? И мы не должны об этом напоминать. Все, если ты простил, то ты уже не будешь напоминать. И когда мне супруга раньше говорила, вот, типа, ты меня в прошлом, она меня в прошлом обидела, а я не помню. Но если ты прощаешь, то что уже помнить? Далее, что дает еще прощение грехов? Четвертый стих, ой, четвертый пункт. Прощение грехов дает нам возможность духовного роста. Бывает такое, что человек, который называет себя христианином, грешит и пренебрегает своим грехом. Ну, не может отказаться. Вот, говорит, много историй, я слышал с кафедр таких свидетельств, да, когда человек говорит, ну, вот, если в вашей церкви будет вот так, то есть, мой грех не надо тогда убирать, я буду с вами. Если нет, то я не буду с вами, да? Но наша позиция как христианина должна быть такая, что мы должны без порока стать, без греха. Потому что этот грех, хоть он маленький даже грех, он будет, ну, это называется духовно недоразвитость. то есть, он будет тянуть нас вниз. То есть, человек, который имеет грех, непрощение, к примеру, он становится духовным, как я читал, духовным карликом и другим не дает расти. То есть, если нет духовного роста, допустим, в церкви, и мы сами не готовы расти духовно, приближаться к Богу, как говорил Павел, что я каждый день стремлюсь идти за Богом и я еще не достиг, то если в церкви нет духовного роста, то тогда эта церковь какая будет, какие здесь будут отношения? Не духовные, здесь будут плотские. То есть, здесь будут ссоры, зависть, разногласия, вспыльчивость. Одни из первых таких, да, будут за спиной говорить что-нибудь. Это неправильно. И всему этому вина, это какой-нибудь маленький грех, от которого просто человек не может отказаться. Ведь часто, когда мы читаем слово, вот есть два взгляда на слово. Мы можем, мы читаем слово, когда мы первый раз читаем, да, мы не такие чистые, как Иисус Христос, и нам действительно такими, конечно, не удастся быть, но нам надо стремиться к этому. Когда мы читаем слово, и Бог нам говорит, и мы слышим, что вот у нас это есть, да, нам, у нас есть какой-то грех, потому что Бог, Он частями нас, ну, как это, отбеливает, очищает, Он убирает один грех, второй грех, все вот так вот, по чуть-чуть. И когда мы видим это в Библии, мы можем как? Мы можем это принять слово, и действительно очиститься от греха, а можем не принять слово, отказаться, и это воспротивиться, да? И написано в первом Петра, вторая глава, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». То есть отложить вот это вот, все, что было перечислено, коварство, лицемерие, зависть, злословие, отложить, потому что это порождает грех. Одну мысль пропустил, уже вторая, третья, четвертая, она цепляется, и потом снежный ком, который превращается в большой якорь, который тянет нас на дно. И поэтому, если мы пришли в церковь и читаем Библию, то если мы не отлаживаем свои грехи, то есть вот даже маленькое что-то, то это будет большая проблема, чтобы нам духовно расти. Это будет затруднять наш путь. Я скажу, что на самом деле в этом мире очень много христиан, не зря говорится, что есть живые христиане, есть номинальные христиане. То есть те, кто пришли к Богу, но не растет дальше, потому что он еще связан со своим грехом. И поэтому в чем их ошибка? В том, что они не ищут прощения грехов. Они, у них есть грех, они не ищут, они не понимают, что к Иисусу пришел, покаялся, начинаешь над этим работать, Бог освобождает. Все. И для меня, что для меня такое Церковь Христова? Это действительно самые теплые ожидания. Это ожидание, первое, семьи, где каждого человека принимают как члена семьи, как брата, как сестру, без осуждения. Если Иисус этого человека простил, то какое право мы можем судить этого человека, осуждать его. То есть, Церковь – это семья, и за нашими, так сказать, за кулисами, там, на улице, мы не должны кого-то друг друга там что-то вспоминать, что-то говорить, потому что Бог простил, а мы какую силу имеем? Мы все его дети. Далее, пятый пункт, что дает нам прощение еще грехов? Когда нам прощаются грехи, мы имеем живую надежду. Человек, который имеет прощение грехов, смело смотрит в будущее. У него нет сомнений, он точно знает, что может уповать на кого? На Иисуса Христа и доверить Ему свою жизнь. Ведь не зря мы говорим, что войди в мое сердце и будь главой, главой моего дома, главой моего сердца, моей семьи, моего дела. на самом деле все этот путь проходят путь надежды, когда мы можем Господу доверить все, что имеем. Это не значит, что мы должны все отдать, мы просто его должны впустить во все сферы, где мы живем. И если прощение грехов мы получаем, ну, кто-то принимает сразу, то вот это вот доверие, оно годами возрастает. Я скажу, что даже в первые пять лет нам не все, но когда мы пришли к Богу, удалось доверить Ему. В нашей ситуации, вот по нашей семье я скажу так, что когда мы пришли к Богу и доверили в первую очередь, мы доверили нашу семью. То есть все доверили друг за другом, все началось с семьи. И Бог что сделал? Он сначала укрепил нашу семью. Действительно, Он убрал лишние мысли, которые со временем могли разрушить семью, потому что те мысли, которые приходят из мира и то, что сегодня нам навязывается, они, если не от Бога, то они направлены на то, чтобы нас рассоединить и чтобы погрязнуть, да, в грехе. Так вот, Бог укрепил нашу семью. Далее, что Бог сделал? То есть мы имели такую мечту, как переезда. Бог это усмотрел. Да, мы молились, это было не сразу, к примеру. Я знаю, что все, кто переезжает в другую страну, не все сразу получается. Мы молились. У меня Оля молилась за хорошую церковь, за общение. Я молился как бы за теплую страну и я молился, что думаю, во Флориду поедем. Но две визы отказ в двух разных странах. Это в Киеве, в Вильнюсе. Гринкарта пять раз тоже нет. Ну и потом мы приехали в Болгарию. И чем первый год я съехал с какими мыслями? Думаю, ну раз Бог сюда направил, значит надо. В принципе, поживем тут год-два, потом уедем к той цели, куда мы хотим. Но я знаю, что когда Бог нам дает цель, Он дает силы и Он дает самое лучшее. Потому что прожив здесь один год, второй год, ты понимаешь, что это лучшее место для меня сегодня. чтобы и служить Богу, и чтобы жить в безопасности. Потому что еще раз я скажу, что в какую страну не приедь, везде будут одни и те же трудности в принципе. Везде нужно расти и двигаться. А далее мы доверили все остальное. И наверное самая большая проблема христианина это финансовую часть возложить на Бог. потому что мы понимаем, что финансы достаются трудом, но мы также понимаем, что Бог благословляет. Вот как понять? Но это не значит, что мы должны там все Богу, все, что мы имеем, отдать. Мы должны доверить, в первую очередь, доверить, а Он уже даст нам правильные мысли, как этим распоряжаться. потому что помните слово, что легче верблюду в игольное ушко, чем богачу, который надеется на свое богатство войти в царство. То есть я смотрю на это слово не как, что вот богач должен был все отдать. Он должен возложить о Богу и прилепиться не к богатству, а к Богу. И когда он прилепляется к Господу, это главная его цель, то те финансы, которые вокруг него, они идут для созидания царства. Для того, чтобы где-то он мог служить этот человек. То есть являть Божью славу, помогать ему. И самая одна из последних сфер, это было доверить бизнес Богу. Любую работу доверь Богу. Потому что я пришел к такому точке, что любой бизнес, любая работа, она связана с людьми. А кто побуждает людей что-то купить, что-то продать, что побуждает? Только Бог может побудить через, ну, в сердце сказать, да? То есть Бог делает через людей. Он прилагает даже неверующих к созиданию своего царства. Согласны? Но через это даже дело, если неверующий будет причастен, он рано или поздно что делает, придет к Богу. Еще яркий момент надежды, я скажу так, вот один из последних, который я не могу забыть, и наверное это будет долгим свидетельством в моем сердце. когда умер мой отец, мне прислали слово ободрение. Тогда Оля рассказывала свое свидетельство, что она молилась, она рассказала о ситуации, и они молились с верующими, и одна сестра, так сказать, слово сказала, то есть высвободила слово, и оно действительно было для меня тогда укреплением. и было такое слово, что я знаю твою ситуацию и твое горе, доверься мне, и я благословлю тебя. То есть какая здесь надежда? Доверься мне, и я благословлю тебя. То есть надежда то, что Бог будет со мной, он будет укреплять на пути. Конечно, это был первый день, я тогда рассказывал свое свидетельство, что для меня это был трудный день, полдня первых у меня слезы сами накатывались, понятно, что я потерял одного из близких себе людей, и мне было трудно что-то думать наперед. Но когда я услышал это слово, я принял ободрение и принял решение. И я записал, чтобы дословно. Внутри у меня были такие мысли. Господь, я не знаю, для чего я туда лечу, зачем я туда лечу, ведь я ничего не смогу там поменять. Человек он умер. Но если это твоя воля, то я готов следовать туда. И весь путь был действительно усмотрен Богом. От начала до конца. Я думаю, вы помните это свидетельство, и для меня это действительно что-то сверхъестественное было. Поэтому Иисус нам не только дает свободу, но и надежду. Он дает нам веру. И самое главное, что каждый человек, который получает прощение грехов, он должен быть готов быть послушным Иисусу. Не сосредотачиваться на том, что у нас впереди какие-то трудности, и мы говорим, Господи, вот ты нас посылаешь туда, но это сложная задача, я туда не пойду. на самом на самом деле нам нужно довериться Господу, и я верю, что я вижу это на своей жизни. Если Бог, Он что-то говорит нам, Он направляет нам, Он доверяет нам, то Он и даст силы, чтобы преодолеть. Он всегда укрепит, потому что Он всегда с нами. И я скажу так, что если помимо сил, которые Он дает, если Господь повелевает идти туда, то значит вообще это Его планы, нам бесполезны. Помните как, ой, столько имен библейских внутри, когда Бог посылал своего пророка, а тот сказал, я не пойду, и что его сделал? Его съел кит. На обдумывание решений, да? Несколько дней Он обдумывал свои решения. Противится Богу или не противится, Он просто доверился потом и все сказал, все, Господь, я пошел, я тебя понял. И самое интересное, почему так важно и большой акцент я делаю на прощении грехов. Вначале я читал слово о той девице, которая пришла в дом фарисея и омыла Христа. Хотя у него прошлое было, но Иисус не помнит об этом прошлом, только фарисеи помнили. И самое интересное, что фарисеи говорили и возмущались по поводу этой ситуации. И они также и говорили Господу Иисусу, как ты можешь прощать грехи, только Бог может. Как? Но вот поэтому Иисус делает акцент на прощении грехов. Он прощал грехи для того, для кого-то это было резко и невыносимо таким, как фарисеям, потому что они не могли это на слух принять. Но таким образом, когда Иисус это говорил, Он показывал, насколько Он близок к Богу, к тому, к чему стремился Павел в своем слове. Потому что Он не достиг, Он хотел достичь, а Иисус Он достиг, Он был рядом с Богом. И через прощение грехов Иисус показывает, насколько действительно велика власть Сына. Цель Иисуса была, когда Он прощал грехи, когда Он исцелял, чтобы имя Бога было прославлено. Чтобы через то, что Я прощен, Вы прощены, все люди видели величие Бога и непостижимость. На то, насколько чудесен Бог, и насколько действительно наше сердце, оно, чтобы после этого прославляло Господа. В книге Откровений написано, что когда мы придем в вечность, что мы будем делать? Мы не будем, наверное, думать о плотской жизни, и о сегодняшних потребностях, а написано, что мы будем заниматься одним делом. Мы будем видеть, что Бог сделал, будем восхищены Его делом, и будем постоянно Его прославлять. Ведь написано в Библии, что ежесекундно на небесах идет прославление Бога. И поэтому, когда Бог искупает нас кровью Иисуса Христа, это самое большое богатство и благословение, которое можно пережить в нашей жизни. И пусть Бог действительно даст нам мудрость не акцентрировать внимание на каких-то жизненных мелочах. Например, на то, что там сломана машина, к примеру, или еще что-нибудь. А акцентрироваться на самом главном. И сегодня сконцентрируемся на том, что действительно насколько важно прощение грехов. Потому что все, что сделал Иисус на Голгофе, то, что Он сделал на кресте, то, что Он искупил нас Святой кровью, это для того, чтобы сделать нас царями и священниками Бога. И это действительно очень важно и это самое значимое, что мы сегодня имеем. Прощение. потому что Бог простил и Он не вспоминает прошлое. Он делает будущее. И самое главное понять, насколько Бог жаждет простить нам каждый грех. Не затаивать, не обижаться. И я верю, что слово не для того, говорится в церкви, с кафедрой, по телевидению, чтобы мы его просто прослушали и вышли и все, и пошли. Поэтому у меня есть такое практическое задание каждому, кто услышал это слово, возможно, кого-то оно откликнулось, насколько действительно прощение грехов важно. Я знаю, что дьявол он каждую минуту он ходит, клевещет, он навязывает нам какую-то вину. И самое плохое, что из этого навязывания, из этого маленького семя, которое может быть нам посеяно, может вырасти плохой плод. То есть может вырасти непрощение, а непрощение оно вот вроде бы маленькое, пропускаешь, оно потом вырастает, как большой куст терновый, который колется в сердце и длится годами, десятками лет. хотя изначально это может быть незначительным. Но рано или поздно вот это семя плохое, которое было посеяно, оно будет давать плод. И поэтому такое практическое задание размышлять о том, что было сказано. И если что-то у нас в сердце напоминает непрощение, к примеру, потому что когда мы проходили духовный семинар с Одесской церкви, и там был такой один из вопросов по поводу насколько важно простить человека, даже если 10 лет, 20 лет назад что-то произошло. Но если Бог побуждает, то это может забыться, но если Бог побуждает, то надо это сделать. Лучше сделать, чем не сделать и жалеть потом. Так вот, если есть что-то против брата, или сестры, или среди родственников, родителей, друзей, какие-то недопонимания, одним словом обида какая-то, то это совет не мой, наверное, это совет от Бога, то лучше встретьтесь, позвоните на этой неделе этому человеку, о котором у вас сердце напоминает. И вы можете так ему и сказать, знаешь, мне неприятно была ситуация, которая прошла месяц назад или пять лет назад. То есть либо эта ситуация, которая принесла боль, либо эта ситуация, которая имела, к примеру, долг, кому-то дали деньги, но 10 лет прошло, этот долг, все равно он держит. И можно так и сказать человеку, знаешь, это было неприятно, но я тебя прощаю. Просто позвоните и скажите, я прощаю тебе, и увидите, как Бог сделает что-то сверхъестественное. Он восполнит, он благословит, он очистит сердце от этого якоря, который мог держать десятками лет. И это действительно неприятное чувство. Когда мы прощаем, мы отказываемся от прошлого, Бог убирает эти якоря, и он дает нам будущее. Поэтому дьявол, он боится своего будущего, потому что он знает, где его. И если вот мы возрастаем в Господе, и дьявол каждому из нас, мы знаем, что у наше прошлое, оно было не очень хорошим, у каждого из нас. Есть какие-то ситуации жизненные. Иисус простил, но дьявол периодически приходит и напоминает, а вот знаешь, ты был вот таким вот плохим, а ты знаешь, что вот ты плохое делал, тебя ждет вот это. Так вот, если дьявол вам напоминает такое, вы напомните, тебе его будущее, потому что все прошлое, оно прощено посредством крови Иисуса Христа и его распятия. И никто не имеет права вспоминать вам прошлое, нехорошее, потому что вы новое создание в Иисусе Христе. Аминь. Аминь. На этом я заканчиваю. Будьте благословенны. Аплодисменты.